Если в том месте только одна реклама, авторский курс, конечно. Ну нет, конечно, просто я говорю, дайте мне время, не получается у меня по-другому. Мне сейчас что, начать, я не знаю, копировать посты у других людей, может быть, или фотографии воровать, идеи воровать. Я просто, у меня как-то всегда раньше получало, что вот я пишу сама, я никогда не, не знаю, не копировала какие-то статьи с интернет. То есть я все пишу вот чисто из своей головы, все посты, которые у меня есть за все это время. И я хочу продолжать в том же духе, я не хочу что-то насильно придумывать или, не знаю, повторяться. Сейчас у меня нет каких-то мыслей, тем новых, вдохновения, желания, поэтому я не хочу себя заставлять. И поэтому я прошу подождать какое-то время. Кто не готов ждать, отписывайтесь, пожалуйста, ну ради бога. Я не грустная, я прямой эфир веду. Прямой эфир веду. Я, я поняла по поводу тренировок. И я буду выкладывать. Просто мне нужна отдача. Я же уже привела пример с рационами. Ты выкладываешь, а люди не комментируют. Для меня это означает, что людям это неинтересно. Привет, твою маму сейчас вижу, она у нас в магазине моде. Купи ей гамбургер, пожалуйста. У меня мама очень худая. И ее надо срочно откормить. Не все любят комментировать. Ну вот комментировать не любят, а мне сразу кажется, что как бы неинтересен был пост. Да, уже не будет прямого. Кристин, я тебе... Давай, хорошей тренировки. Что-то я и правда, походу, грустная. Даже начальница сказала, говорит, что такая грустная. Не знаю почему. Давай, тебе хорошего дня. Потрень там за всех нас. У меня так хорошо держится в этот раз гель-лак. Обычно я всегда делала укрепление твердым гелем. А, так ты вообще парень. И зачем ты меня тогда троллишь, если ты вообще даже не оттуда? И вообще зачем меня троллишь? То есть твое первое сообщение было очень такое негативное. Я там не сижу просто, не знаю, периодически. Не часто, но захожу. Не знаю зачем. И там не только надо мной ржут. Над всеми просто обсирают всех подряд. Кристину, Шелест, Сашу, Грин, Митрошину, Тусю. Всех, всех нормальных людей. Если он там стейпер, и каждый день ходить, будет ли результат? Катя, результат будет, если ты имеешь в виду похудение. Только в том случае, если у тебя дефицит калорий. Если этого дефицита в питании нет. Да забейте, не важно, что за сайт. Если дефицита в питании нет, то ты хоть каждый день по, не знаю, по 5 часов ходи на стейпере. И толку не будет. Вы сначала питание отрегулируйте. Марина, ты когда увидишься со своей Николь? Никогда, наверное. Я вот жду, ты сказала, 5 число. 5 число, да? Я жду, пока оно наступит. За 2 месяца реально похудеть на 10 килограмм, если у тебя изначально большой вес. Но если вес такой средний, то лучше эти 10 килограмм растянуть месяца на 4, я считаю. Это чисто мое мнение. То есть я бы не стала больше. Ну какие же вы глупые-то, а? Я вот даже не буду открывать. Ну как бы дверь на себя надо. Подождите, ребят. Это просто зашли включили. Ну это не смешно как бы? Да, да. Что это такое? Разве. Посещение. Фамилия. Служил. Вторая. Опыт Смирнов. Так, сдайте 600. 500, проверьте. 600? Это женская раздевалка. Туда, вперед. Вперед и направо. Марин. Я не увидела. Что, не без бахилов? Да, я так разговариваю с клиентами, потому что они этого заслужили. Если бы вы знали, что случилось, то не стали бы вас спрашивать. Тоже вот так глупо, да, судить по какому-то отрывку. Что за игнор с прогулкой? Что за игнор с прогулкой? Настя, надо погулять. Вот, блин, вот зачем вообще такое писать? Не только с клиентами. Откуда вы знаете, как я с кем разговариваю? У нас есть такая штучка. Человек звонит, и я вижу, кто пришел. И, ну вот, вот теперь правильно, да, человек. Я зависаю, да. Вообще меня плохо слышно. Просто даже не раскаюсь сейчас. Ну ладно, попробую. Ну меня сейчас нормально слышно или нет? В общем, прежде чем что-то сказать, да, сначала спросите, что случилось. А потом уже делайте выводы, как я с кем разговариваю. У нас есть такой домофончик, и человек звонит, и я вижу, как бы что-то человек пришел. Там человек стоял и в камеру показывал вот так. Вот так вот. И как я еще должна была с этим человеком разговаривать? Поэтому, как себя человек ведет, так я с ним и общаюсь. И мне насрать, что это клиенты зала. Лучше такие клиенты в зал пусть не ходят. В быдло. Ладно. Хорошо. Ну вот. Человек подошел и звонился, потому что понял, что не прав. А на будущее просто, ну не вам, а в целом, как бы, вот в некоторых ситуациях просто сначала узнать, в чем дело, а потом уже судить. Это как, знаете, по... Ну так, я иногда в шутку могу выложить наши с Ильей переписки. И даже вот если со стороны человек пройдет и услышит, как мы общаемся, он подумает, что, блин, какой-то пипец. Почему люди, которые вдвоем живут, так друг с другом разговаривают. То есть он, ну как-то у нас вот иногда бывает, что мы в шутку можем, не знаю, там, обозвать друг друга. И он меня, и я его... Ну есть, короче, какие-то свои приколы. Или в переписках тоже. И если, говорю, что человек со стороны он увидит, то он вообще не поймет, почему вот так вот люди общаются. То есть, ну, поверхность вообще никогда не нужно судить. Ну, факелом... Ой, что-то я как-то громко сказала. Два пальца показала средних. И сейчас подходит, говорит, я это, будет, не вам, просто там что-то было непонятно. Кажется, что не работало, камера, что-то бред начала нести. Я говорю, ладно, окей. Вот. Вот. Ну и как скажите, я должна была после этого с человеком разговаривать. И вот он понял. Я не буду говорить, как он меня обзывает. И я не буду говорить, как я обзываю его, потому что... Сейчас начнутся какие-нибудь тоже комментарии. Вот почему я не хочу... Я говорю, что-то показывать и что-то рассказывать. Это очень так... Блин. У людей потом впечатление складывается. Не то, какое ты бы хотела, чтобы оно сложилось. Вот так вот. Я не в Москве, я в Самаре. У меня есть подруга, у нее есть муж. И вот они тоже друг с другом разговаривают. Пипец, я когда первый раз услышала, я офигела. А потом я так в тихо у нее спросила. Я говорю, это у вас нормально? Он говорит, да всю жизнь так было. И все. Ну это и правда. Мир двоих, как бы. Вот у нас есть там что-то свое. Причем, ну мы же так не всегда разговариваем. Ну, точнее, мы так разговариваем иногда, как бы, в шутку. То есть в основном мы нормально общаемся, как цивилизованные люди. Наташ, привет. Как у тебя здоровица? Ну, ладно, не возле детей. Ну, это нет, конечно. Да ну мы вообще, как бы, по крайней мере, в обществе мы так точно не делаем. И тут никому ничего не объяснишь, что это нормально. Просто то, что нормально в одной паре, может быть, ненормально в другой. И никогда не стоит на кого-то равняться или смотреть там на других. А вот у них так, а у нас так, а почему у нас не так. В каких-то отношениях мужчина каждый день женщине цветы дарит. В каких-то женщинах каждый, не знаю, там, вечером мужу делает массаж. Бывает, это такое. Как бы, ну, в разных отношениях по-разному. Поэтому я никогда вот... Ну, как бы, я могу спросить, а как у вас? Ну, я никогда не буду думать, блин, а у нас не так, значит, он меня не любит. Или, блин, а я вот так для него не делаю, значит, надо начать делать, да? То есть, ну, у всех по-разному. И для... У каждой пары там свои какие-то правила в отношениях. Правила общения, правила поведения. У каждого свои обязанности дома и, в принципе... Ну, не только про дом говорим. Ты выглядишь как-то да, супер, спасибо. Как дела с Ильей? Хорошо дела. У меня... Нет, у меня лицо не грустное, нормально. Просто, скорее всего, тень так падает. У меня Илья уезжает в Москву скором. Девятого сентября. Почти на три недели. А может, и на три. Вот. И я буду шиковать одна. Многие девушки ничего не могут предложить мужчинам, кроме секса. Я не знаю, наверное. Нет, ну, Настя, как бы тут он прав. Некоторые девушки реально такие есть, которые ничего предложить тебе не могут. Это он так и сказал. Некоторые. Мама тоже хорошо... После операции восстанавливается. Уже даже на работу планирует выйти. Хотя... Ну, ей бы, конечно, подольше бы поотдыхать. Но она человек такой, она не может долго сидеть. Ну, я не спорю, что и мужчин такие есть. Ой, Ален, привет. Я прочитала твое сообщение с утра. Вчера это уже спала. Расскажешь мне потом про эту девочку. Ты знаешь, который раз, обращая внимание, ты прям не выпендриваешься. Ну, все манерные, а ты без понтов. Ты ей никогда не выпендривалась. Ну, может, это и вообще не очень хорошо. Многие же из себя пытаются сделать какой-то такой образ, создать. А я ничего не пытаюсь создать. Найс, ну тебя это прям как-то задело. Но он же не сказал, что все девушки. Мы можем также и про мужчин сказать, и это факт. Ты же не относишься к этому числу девушек, поэтому что ты так реагируешь? Я вот тоже не отношусь. Поэтому я вообще не отреагировала мне так. Я даже согласилась, что да, есть такие. Осень стучится. Кстати, осень вообще не стучится. Я сегодня в 9 утра шла, и очень жарко было. И, по-моему, будет жарко днем. На самом деле я устала очень от жары. Хотя дома... Ну, вечером уже холодно становится все спектно. Такие уже далеко не летние ночи. И дома прохладно. И когда холодно, это не очень приятно. Ну, я уже не надоела жара. Я хочу, чтобы можно было в брюках пойти, в кофте. Кератин не помог. Это ты посмотрела на мои волосы и решила, что он не помог? Я не знаю. Мне непонятно. Ну, по крайней мере, они не пушатся. Но я не знаю, помог, не помог. Я пойду еще повторно сделать. Он же с накопительным. Ну, значит, пусть будет не помог. Есть такие суждения в разных полах. Уважения хочется. Ну... Блин, ну это же правда. Суховатые и неровные. Ну, извините, что мои волосы суховатые и неровные. Обязательно сделаю их мягкими и неровными, чтобы вам нравилось. Потому что они осветленные, и я их выпрямляю. Поэтому они суховатые. А неровные они, потому что они сеченые. И потому что у них разная длина. How tall are you? До свидания. My height is 165. I'm not tall. Когда это гон друг на друга, прекратиться это будет всем... Да я не думаю, что кто-то на кого-то гонит. Мне кажется, это как-то... Более темно, что отреагировала. Тебе очень идет блон. Ну, я бы хотела другой какой-нибудь цвет. Мне не нравится, что я полностью белая. Тупо белая. Хочется какого-то более естественного оттенка. Не, ну волосы действительно суховатые. Но просто какая разница-то? Они у меня вообще могут быть как мочалок. Что, прочитали? Вообще, пойду и на волосы побреюсь. Тогда точно никто ничего не скажет. Хотя нет, скажут. Потому что без волос это не женственно. Я уже давно вернулась на прежнее место работы. Очень дружусь, прям в поте лица, да. Чем ты тонируешься? Блин, вообще я покупала тонирующую маску от Капус. Блонд Бар называется. Но что-то не очень она мне тонирует. И я вернулась снова к концепту. Хотя по качеству говорят, концепт не очень. Оль, привет, приходи сегодня в три часа в зал. Вместе потренируемся. Просто я не смогу вечером тренить, потому что вечером у меня будет девочка. Да, концепт у меня шампунь. По-моему. Не помню. Или бальзам. По-моему, бальзам. Или шампунь. Я не помню. Короче, у меня, по-моему, шампунь все-таки. Ну, так приходи сегодня днем. Или ты сегодня вообще не придешь. Но вот поэтому волосы сухие, но желтизну реально убирает, да. Блонд Бар в этом плане лучше. Волосы после него очень мягкие, напитанные. Но он очень... Волосы вообще... Это, ребят, 10 минут осталось до конца эфира. Поэтому... Попробуем Матрикс. Не знаю. У меня вчера силовая была. Сегодня, думаю, на карте успеть. Ну, приходи, приходи на карте. Тебе было очень хорошо. Спасибо. Короче, пока я число сам делать не собираюсь. Кстати, даже то, что корни отросли... Да масло у меня постоянно есть. Это не помогает. То, что отросли корни, меня вообще даже не смущает. Ну, просто когда я только покрасилась, мне сказали, ну, все, типа, будешь приходить там каждые полтора месяца корни подкрашивать. Я думаю, нафига их подкрашивать, когда у меня корни подцепят моих бровей. И, ну, это не смотрится как отросшие корни. То есть, наверное, я не буду подкрашивать их. Пусть мои растут. А там посмотрим. Ну, да, так лучше смотрится. А то я была как кукла какая-то. Полностью белые волосы. И в натуражку к соревнованиям готовилась. Ну, если кленобутерол не считать, то да. У меня была жесткая диета. У меня было 1400 калорий. Ну, это самый минимум был. Меньше не было. Но начинала я с 2000. У меня было из углеводов всего 6 рисовых хлебцев и 20 грамм кураги. Было много белка. В понарошку. И у меня из жиров было только 50 грамм орехов. И, ну, сначала были желтые, творог был. Потом мы все это убирали. И у меня было очень много тренировок. Это было 6 силовых и 6 кардио по 40 минут. Такие дела. Блин, как вспомню. Ну, капец, как я вообще это выдерживала. Тяжело было. Как я лечила битые волосы после блонда? Масло, мороконьял, шампунь матрика для попрошенных волос, по льтам тоже защита. Слушай, это... Если тебе... А, ну, ладно, я сейчас это заскриню. Все заскриняла. Хотела, что ты мне в директно... Ну, слушай, я смотрю по фотке, ты темненькая. Ты потом в темное ушла, да? Я просто хочу, мне кажется, не знаю, вернуться в какой-нибудь русый цвет. Потому что мне кажется, что с блондинкой, прям с такой блондинкой мне не очень. Я не решила и перестать вести. Я решила сделать небольшую паузу. Не знаю. Я пока не решила. Просто пока у меня такое настроение, что мне надоело. Не могу я адекватно воспринимать критику. Ну, еще, надеюсь, волосы у меня отрастут каким-то образом и вообще могут быть прикольные. Из черного вышел белый за месяц, 40 сантиметров волос, осталось 10. Их, бедняжка. Да, напишем мне в директ, пообщаемся насчет волос. Ой, я иду, это, сейчас сколько там времени осталось? Еще 6 минут. Я иду, наконец-то, на ламинирование ресниц. Я, какой раз, я уже буду в пятый, по-моему, раз эту процедуру делать. Обожаю ламинирование ресниц. И еще мы с моим бровистом, ну да, мне бровки тоже подкрашивает, когда я к ней прихожу. Мы хотим попробовать сделать веснушки хной. Я понимаю, сейчас это такой уже мейнстрим, наверное. Это все уже, все переделали, по крайней мере, из тех, на кого я подписана, известные блогеры. Да, ресницы тоже накрашены. Причем не в полную длину, только корни. У меня длинные ресницы очень. Вот. Ты хоть что-то зарабатываешь в инстаграм? Блин, почему эти вопросы я могу прочитать только с такой интонацией? Типа, ты хоть что-то зарабатываешь? Это вот так звучало? Вот. И да, веснушки хочу попробовать. Надеюсь, что получится, и это не будет выглядеть так, как будто на меня птичка покакала.